Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня наша программа спортивная, потому что вы сейчас увидите огромное количество обилия наград. И все эти награды, а это не только медали, не только знаки отличия, не только дипломы, но и пояса, это все принадлежит одному человеку, который сегодня здесь у нас в студии пришел вместе со своим тренером, я так понимаю, руководителем и таким своеобразным, в хорошем смысле слова, крестным отцом. У нас в гостях по старшинству Алексей Алексеевич Капраненко, руководитель спортивного клуба «Буда Искра» и президент Центра патриотического воспитания «Спорта Искра», и Егор Сафонов, собственно, многократный чемпион соревнований различного уровня по карате ВКВ, так называется организация, правильно, и по восточному боевому единоборству «Ситырю». Егор, скажите, сколько здесь медалей в штуках? Лет шесть я остановился на сотне. То есть как сотня была, то есть записывал, а как, записывал каждую медаль? Нет, я просто запоминал, сколько у меня их было, ездил на соревнования, привозил, все добавлял в эту копилку, можно сказать. Как только сотня наступила, все, я перестал считать. Ну, это же просто невероятно, обратите внимание, то есть я вот, я все-таки рискнул поднять, вот даже с шумом, посмотрите, вот сколько медалей, если можно, это только вот у меня в руках, покажите, пожалуйста, гляньте, да? А вот эта медаль, да, которая у меня вот в этой руке, это только первые места. Это чемпионат России, первенство. Чемпионат России, первенство, представляете, там везде единичка. Да, ну, я думаю, что вот этот приятный звон, вот, говорит о том, что к нам пришел очень необычный человек. Я возвращаю это все, чтобы красиво было. Давайте мы с вами поговорим, и, Егор, сразу же позвольте вопрос вашему наставнику. Алексей Алексеевич, вы первую-то помните? Ой, честно говоря, нет. Но она где-то здесь. Ну, где-то здесь. Ну, просто хотел бы что сказать. Ну, мы уже давно занимаемся, уже около 30 лет, вот в следующем году будет 30 лет, как клуб образовался. И поэтому Егор, как я уже перевожусь на армейский язык, уже какой призыв-то, я уж не знаю, там, да, там, да. Поэтому я уже первый призыв-то не помню, кто это занимался же. Ну, уже они приводят своих детей уже, у них свои семьи, понимаете? То есть такая у нас династика как бы образовывается-то. Вот, и поэтому здесь уже, да он сам-то не помнит, ты сам-то покажи. Да, я кажется. Потому что первую надо, знаете, в отдельную такую повесить. Поэтому как бы все это. Хорошо. Егор, скажите, пожалуйста, почему пришли, кто вас привел, как начинался ваш творческий, спортивный путь? Это вообще получилось очень спонтанно. Мы с папой ездили по городу. Сколько вам лет было, кстати? Мне было 4 года. 4 года. Мы просто ездили, папа говорит, здесь есть ДК «Искра», там секция карате. Пойдем посмотрим, вдруг понравится. И мы пришли, он говорит, ты стоял всю тренировку, смотрел с открытым ртом. То есть вы не помните даже уже это? Я это помню, я стоял, смотрел на тренировку старшей группы. И мне прям сразу понравилось. Я вот с таким вот удивлением смотрел на это все. И прям сразу же в этот момент, можно сказать, меня записали туда. Алексей Алексеевич заметил, подошел и договорились все. Алексей Алексеевич, вот приходит человек, это же очень важно, да, кому-то отказать, в ком-то что-то увидеть. Можно вот в 4-летнем ребенке хотя бы что-то заметить? Или это все-таки попробовать? Ну, заметить можно. Но вот спорт сейчас молодеет. Вот раньше, вот у меня когда это, да, ну, как бы мы с 10 лет рекомендовали. Да, это еще в начале там 90-х годов. Да, я помню. Да, помните, да, мы как бы это. А сейчас спорт очень молодой, поэтому нам как бы в силу обстоятельств приходится набирать детей с 3 лет. С 3 лет. Да, потому что уже 8 лет уже чемпионаты мира Европы проводятся. Понимаете, ну, пока ты понимаете, то есть спорт молодеет очень. Мы, кстати, вот выяснили до начала программы, что, оказывается, Егор у нас уже старичок, да, получается. Сейчас вам 19 лет, да? Вот. И я думаю, ну, это как бы начало все большого пути. А оказывается, спорт настолько молодой, что для спортивного, да, каратэ потихонечку подходит уже какой-то предел. Мужская так. Это грустно? Да, выезжаю только на основные соревнования такие, которые, а хотелось бы и за границу поездить уже. Ну, и сейчас еще подфартило с ковидом нам, да, здесь все вместе. Скажите, но тем не менее, у вас прекрасная спортивная форма, за что спасибо, прежде всего, вам и, конечно же, вашим наставникам. Но я был удивлен, ну, почему, можно же дотянуть там, футболисты у нас есть некоторые, которые, правда, в последнее время что-то начали проигрывать радостно. Да, 5-0, да. Да, и тем не менее, да, 100 матчей за сборную, это же если 127, вот, значит, можно играть. То есть мы всегда думали, что футбол такой короткий вид спорта, там фигурное катание, а уж казалось бы в каратэ. Это почему происходит? Чего не хватает в связи с возрастом в каратэ? Количество человек на соревнованиях. Ага, уменьшается. Ну, то есть, да, они 18 лет, все там. То есть, если вам условно 25 лет, к вам приезжает 18-летний, то это нечестно? Нет, это честно, у нас категория 18+. А, 18+. Все, что 18+, все работает. Где бывали там? Где участвовали? И откуда столько поясов? И, наконец-то, нам вместе со своим руководителем объясните, почему пояс синий, желтый, оранжевый. Ну, я просто хочу, что сказать. Ну, здесь это как бы своего рода ступеньки мастерства. То есть, вот начинается, вот приходит, да, вот белый пояс, белый пояс начинает. Прямо как в автомобиле сначала, белый. Да, да, вот, потом определенное время, в каждом виде каратэ, стилей их много, вот, есть определенные требования. Вот, например, два месяца прошло, или сколько, да, вот, он выполняет норматив, идет сдача на пояс. Так. Вот, ну, у нас немножко мы раз в году сдаем, вот у нас. Вот это, ну, вот белый пояс, да, если так вот брать, да, это вообще без Q. Просто Q, это как бы такой маленький разрядик, такие все это отделения. То есть, спасибо, что пришел на пояс. Да, вот именно, спасибо, что пришел, потому что, да, следующая ступенька, это вот тут уже желтый пояс. То есть, это уже что-то, он, как говорится, уже умнее. Желторотик, желторотик. Вот, ну, вот, дальше идет, вот я имею в виду, оранжевый уже, то есть, как бы потемнее. Вот, это вот оранжевый, да. Вот, затем пошел зелененький у нас, вот, зелененький, да. Прям световой такой, да. Потом синенький у нас, красный, дальше коричневый и чёрный. А чёрный – это предел? Да, чёрный – это мастерский пояс. То есть там уже нет, там уже только идёт на данные. Первый дан, второй дан, третий дан и так далее. Итого у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Ну, где-то так. Это все пояса или ещё? У нас нет, в нашей школе у нас это все пояса. У нас коричневый, чтобы, да, их три. То есть там тоже, да, 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 там они поэтому это. То есть чем чернее, тем темнее, тем опаснее подходить к этому человеку. Ну, можно и так сказать. Можно и так сказать. Хорошо. Егор, скажите, пожалуйста, какой самый трудный момент был в вашей жизни, когда вы почувствовали, что вот этот бой какой-то необычный? Был такой? Наверняка, конечно, все, каждый будет сложен по-своему, но когда вот прямо было совсем сложно? Когда выехал за счёт профессионализма, опыта уже? Я помню эти соревнования, это было в Орле. Я тогда сидел на трибунах и увидел свою категорию. Я понял то, что там точно, ну, не простая, не проходная будет категория. То есть убийцы все приедут. Да, можно так сказать. И это были всероссийские соревнования. Я помню свой первый бой, это тоже там призёр Европы. Ну, такой хороший спортсмен. Пока назвали, аж страшно. Да, хороший спортсмен был. И вышел, там весь зал просто, вот, ну, всех кричали. То есть хотелось, может быть, уже и не выходил. Нет, я вышел, я был уверенный, как бы, в себе, вот, готовый. И бился, бился и выиграл. И чего зал сделал? Быстренько перешел на вашу сторону. Притих. Да. Неожиданно. Там все кричали, все, да, можно так сказать. А что происходит, как говорят, опять же, там, на футболе, на тренерском мостике? Вот, как, какие ощущения? Тут же уже ничем не поможешь, тут только... Ну, да, 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 нет. Да, нет, ну, там как, вот у нас, у нас есть татами, определенная площадка. Это 8 на 8 для старших. И есть для судей стульчики, где они сидят, там оценки выносят. И есть для помощников, тренеров. То есть кто, как говорит, секундирует. Вот, ну, мы можем как, ну, можем пару раз там сказать как-то, но больше жестами. То есть как-то помочь. Вот он бьется, пауза есть, там, судья-рефери говорит, ЕМЭ, он сразу смотрит на тренера. Что, я ему подсказываю или пальцем, или что-то, какую-то фразу произношу, чтобы ему напоминаю, к чему ему надо, как говорится, готовиться, и какую атаку провести, или защиту там. То есть корректируем по ходу матча. А это действительно помогает? Да. Потому что ведь вы же уже все знаете, знаете, как вот выпустили человека, все, играй, потом мы будем обсуждать. На самом деле. Иногда бывает помощь, это вовремя. Это очень важная помощь от тренера на соревнованиях. Вот когда я был маленький, допустим, я не умел ориентироваться по татаме. И постоянно мне говорили, что вот здесь уже конец татами, нужно центр занимать. И чтобы не получить наказание за заступ, мне подсказывали. А еще, Егор, такой вопрос. Столько много медалей, мы тут посчитали, что каждый день можно медаль зарабатывать, и поезд уже, хотя и там раз в полгода вы говорите, но такое ощущение, что каждый день. А как ваша жизнь была выстроена? Вы все время на соревнованиях, как учеба, как, я не знаю, встречи с друзьями? Всегда все успевал. Все успевал? Потому что, знаете, как некоторые говорят, что когда человек очень много занимается спортом, а потом наступает момент, когда что-то останавливается, говорят, для спортсмена самое страшное – остановиться. То есть надо все равно идти дальше. И если за это время не выстроена какая-то жизнь, то ему довольно сложно. Поговорим немножечко о свете ваших успехов. У вас все участники с таким количеством медалей, как у Егора? Вот знаете как, это вот как волна. Да. То есть вот приходят поколения, да, вот новичков, да, есть способные дети. Сразу хочу подчеркнуть, неспособных нет. Каждый раскрывает в своем возрасте. Просто сейчас как бы тенденция такая, вот он пришел, там что-то там родители начинают, он что-то не получился, мальчик, ой, у тебя не получается, пойдем в другой вид. У тебя есть дети. Нет. Это все родители принимают. Да, конечно, они же видят, да, все они же у нас все тренировали. Куратисты составят. Да. Вот. Но есть дети, они сразу есть способные, есть очень способные, то есть понимаете. И вот бывает плеяда, знаете, как вот рыбный улов, да, вот сеть закидываешь, раз нету, закинул, много рыбы. И вот у меня так было сколько, вот три таких призыва, да, когда вот действительно дети приходили очень способные. Золотые. Золотые, вот у меня, да, но я не буду перечислять там, они прекрасно, кто будет смотреть, они знают. Вот. И поэтому из них сразу, то есть, как сказать, то есть они все на лету схватывают, то есть и с ними интересно, вот. И уже они, как говорится, быстрее въезжают в наш темп процесс, да. И мы сразу их включаем в соревнования, они там обкатку проходят. И уже сами делали дело. Да, да. Я сейчас вынужден прерывать вас на некоторое время, сделать небольшой перерыв. Напомню, что у нас сегодня в гостях Егор Сафонов, многократный чемпион соревнований различного вида, скажем так, по карате ВКВ, WKF по-английски. И Алексей Алексеевич Капраненко, руководитель спортивного клуба Будда Искра и президент Центра патриотического воспитания и спорта Искра. Через некоторое время вернемся в студию. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» спортивная, программа практически посвящена карате. Егор, скажите, вот возвращаясь к теме, отталкиваясь от средств массовой информации, от кино, от каких-то, может быть, сейчас много всяких спортивных тоже соревнований показывают на разных спортивных каналах, которые даже и не знали-то раньше. Вот похоже вообще на реальность или все-таки то, чем занимаетесь вы, иногда, смотря какой-нибудь фильм, хохочете во весь, что называется, рот от удовольствия, что так не бывает в карате? Ну, скажем, тоже Брюс Леону хоть правильно все делает или по-киношному? Это для меня, ну, там и по-киношному. По-киношному. Вам смешно там. Да почему смешно? Ну, можно понять, что это кино. Я к чему веду? Можно ли сегодня, вот вы же выступаете в показательных выступлениях, то есть можно из этого вида спорта сделать показательное выступление, вот на уровне, как у нас любят показательные выступления фигуристов, что все прям сидят и сходят с ума. Да, можно. А почему это вот как-то не развито у нас? Алексей Алексеевич, это предложение, мне кажется, хорошее. Нет, это очень хорошо. Ну, что я хочу сказать. Вот, например, берем пример других видов стран. Да, вот я имею в виду, да, вот прям мне ближе, вот Азербайджан, просто я просто, мы как бы стал, очень много хороших спортсменов, Иран, так взять. У них это, Турция та же, да, у них это, как сказать, это государственный вид спорта, понимаете? То есть он курируется государством, спонсируется очень. Также возьмите, вот почему у нас вот художественный гимнастик, да, Винер, да, то есть, ну, знаете, да, кто спонсор, отсюда все идет, понимаете? Если будут у нас хорошие залы, да, хорошие тренера даже, вот я не стесняюсь, мы даже будем приглашать из-за рубежа тех же, понимаете, опыт перенимать, понимаете? Потому что мы же приглашаем других спортсменов и тренеров, да, семинары они проводят, мы их посещаем. Но, с другой стороны, к единоборствам-то у нас тоже отношения? Ну, не ко всем. Не ко всем. Вот вы знаете, да, у нас сейчас, как это, ну, я говорю, что у нас наш президент Вадим Иванович Путин, да, сейчас более самбо, да, сейчас как бы, да, да, это потом у нас ММА, знаете, да, там, то есть у нас есть такие виды спорта, но я про дзюдо вообще молчу, конечно, да, вот, но и карате, как бы так. Ну, главное, вот, ну, особенность карате, я просто хочу сказать, что разрозненность, то есть вот это один стиль, другой стиль, еще стиль, понимаете? Если бы нам как-то объединить вот в одно, да, тогда было бы, конечно, это. Слушай, мне кажется, что то, что я видел по телевидению иногда и в перемешку с хорошими кинематографическими версиями и с какими-то спортивными, даже даже спортивных состязаний, они особо показывают на эту тему, не так вот? Да, да, я... Для широкого зрителя. Конечно. Ведь это действительно искусство, не зря же называется не только единоборство, но и искусство боя как такового. Кстати, возвращаясь к теме кино, есть же такое понятие, как искусство сценического боя, что тоже очень важно. И им, кстати, занимаются весьма профессиональные люди. Но вернемся к этому обилию. Егор, вот у меня здесь еще есть дипломы Министерства спорта Российской Федерации, диплом первой степени, чемпионат России по восточному боевому единоборству «Ситарю». Правильно я ударить? Да, совершенно верно. Первое место, занявший первое место, мужчина 18+. Потом точно такой же диплом, первое место и еще первое место. Вот когда вы получили имя, да, благодаря своим возможностям и то, чему вас научили ваши руководители, сегодня, наверное, многие, когда выходят бороться с вами, они как раз думают, боже мой, такой именитый пришел, сейчас он меня порвет на куски. Ведь это еще иногда будет сложнее, чем быть новичком, когда за тобой столько медалей, за тобой уже, ну, имя. Как вот вы психологически справляетесь с этой ситуацией, когда выходит против вас, ну, так скажем, вполне достойный, и вы даже предполагаете, что, может быть, придется и, к сожалению, потерпеть прошлое. Я просто выхожу уверенным и все в себе. То есть вы снимаете с себя розовые очки и корону в сторону? У меня короны нет. Нет, но я имею в виду, нет, но иногда же она нужна. Вот. Как у нас показывают, когда выходят спортсмены, надо же показать, что... Или вы так тихонечко, скромно, по-восточному, незаметно. По-восточному. Хорошо. Вообще в жизни, в обыденной, как вот вы общаетесь со сверстниками, они хоть в курсе, что вы... Ну, понятно, что близкие друзья в курсе. Вот иногда приходилось применять во спасение свою технику? Меня так воспитали, то, что я просто так не полезу держаться. Если только защищать, вот, как всегда я говорю... Будете ждать до последнего, пока все-таки будет возможно. Я не конфликтный человек. Алексей, Алексей, вопрос же не праздный, как вы понимаете. Мы помним 90-е годы, когда под видом замечательных спортивных всевозможных клубов... Ну, знаем, да? Мы с вами немножко даже правильно так разговариваем. Конечно. Почему это, во-первых, тогда случилось? Почему многие, в том числе и тренеры, на это пошли? И как сегодня относятся тренеры к... Мы же знаем случаи, да? Тут, тут, тут приходит информация, что где-то там боец вдруг... Вот превысил, я не знаю, как это правильно назвать, потому что против гражданских... Самообороны, да. Превышение самообороны, да. Почему? Ну, здесь еще, как бы, вот я просто хочу сказать, что... Вот само боевое искусство, да, вот в частности карате, да, оно подразумевает, что сначала защита, потом нападение. Вот. И здесь идет, должно духовное, должно, да, и физическое, оно должно вместе идти, то есть равновесие. Вот когда мы пояса завязываем, если и пояса, вот, это кончики, да, они должны быть одной длины. То есть сила и дух должны быть равны. Конечно. Поэтому я, когда дети уже в строю становятся, да, я это исправлять требую, чтобы они ровно все было. А то, что ты можешь перевешивать. Конечно. Потому что излишняя агрессивность, она недопустима в карате. Понимаете? То есть вот он тоже, возьмите того же Егора, да, вот он бьется, да. Емэ, пусть неважно, соперник там что-то там нарушил или еще что-то, он там как-то там превышал силу удара. Емэ, и они расходятся друзьями. То есть, понимаете, на татаме они, да, соперники, а потом это сходит и друзья. Так же и мы. Вот мы секундируем своего спортсмена, рядом сидит тренер другого спортсмена, мы тоже волнуемся, друг-друг какие-то реплики отвешиваем. Но как только бой заканчивается, мы подходим друг к другу, жмем руки, и если там я что-то виноват, я говорю, ну, извини, пожалуйста, рабочий. Сорвалось. Да, и он так же. То есть мы друг друга понимаем. И все мы, как говорится, люди одной планеты. Нам делить по существу нечего. Понимаете? И поэтому вот то, что они приводят детей, это очень хорошо. Потому что заниматься нужно. И не секрет, что в нынешних школах, да, видите, это все, это вот, дистанционно это все, да. И поэтому у нас даже, да что додумались? Даже занятия физкультуры, да, дистанционно. Ну, как можно там, понимаете? Да, встать возле камеры в шагах. Ну, конечно. Понимаете, как зарядка, которую ты вроде бы сделал, и не поймешь, реальность или во сне. Конечно. И поэтому хочется помочь нынешнему поколению. Вот сейчас вот вы говорите, да, вот, Егор, он не прерывает. Вот он сейчас учится на первом курсе Малавской академии физкультуры. Уже второй. Да, ну, видишь, как время быстро летит. Вот он уже учится, да. Также он потом сейчас от активной спортивной деятельности перейдет к тренерской. Уже будет себя воплощать уже в детях. Кстати, у него уже группа есть, вот, которым он занимается там все. И дети уже показывают результат определенный. Ну, а ведь, получается, Егор, вот есть ощущение, что сможешь научить кого-то? Ну, уже получается, да. Получается, да. Второй год уже тренирую. Да? И как? Это же вот вообще умение передать свой опыт, это дорогого стоит. Не каждому дано. Нет, конечно. Не все большие спортсмены, как говорят, могут быть хорошими тренерами. Так же, как и тренеры хорошие, если он, да, там не может быть хорошим спортсменом. То есть, правильно я понимаю, что дальше спортсмен, который завоевал столько медалей, что мы не можем тут все вместе даже пересчитать, вот, в том числе отдельно первые места, он потом растворяется в своих выпускниках уже, которые будут в его, так сказать, тренерскую карьеру. Совершенно верно. Он продолжает жить. Конечно. Конечно. Если говорить о состоянии души, вот то, что вы говорите, о духовности, то есть вы будете ждать до последнего, а потом все-таки примените силу в случае самообороны. У всех есть точка кипения, можно так назвать. А боксера вы можете победить? Это я сейчас спрашиваю просто из спортивного интереса. Ну, там, опять же, это сравнивать нельзя. То есть, там руки, здесь ноги и руки, и все есть. Как бы не проверяли еще на его жизненный опыт. И не надо проверять, дай бог, что я не буду проверять. Алексей Алексеевич, такой вопрос. Сейчас вот пандемия, мы надеемся, что закончится. Вот кого вы ждете сейчас в свою школу? Кто должен прийти? Тем более вы говорите, что все молодеет, потому что нас смотрят родители, и наверняка увидев такую огромную... Это еще раз говорю. Медали не всех спортсменов, которые выпустил Алексей Алексеевич, если их всех сложить, наверное, студии не хватит. Там. Это медали только нашего гостя, Егора Сафонова. Мы даже не можем назвать количество, сколько он на раз становился чемпионом. Это фантастика. Так вот, кого вы ждете, и если папы, возможно, сейчас увидят, а иногда и мамы захотят быть, чтобы их сын был такой же, как Егор, что надо, куда идти? Ну, что я хочу сказать? Ну, во-первых, должно быть желание у родителей, то есть, да, чтобы их ребенок занимался именно этим видом. Так. Вот. Значит, мы занимаемся уже, вот я уже говорил, да, в следующем году будет уже 30 лет, как мы. В 91-м году мы образовались. Юбилей у вас будет. Да, да, вот такого рода, да, юбилей. Все медали надо посчитать. Да. Вот. Я уже там, когда пишу, там, сколько там, я уже не помню, сколько у меня чемпионов Москвы. О, Московская область, там их очень много, там, поэтому, как бы, сейчас уже, как и Егор, я уже не считаю, там просто идет оно и идет. Вот. Поэтому мы в ДК «Искра». Это один из старейших ДК, который был построен, это рядом с завода имени Камова, вот, в 1974-м году. Очень хороший ДК, вот, зал хороший, вот, там все было. И мы вот там проводим, как говорится, и тренировки, и набираем детей. Вот сейчас вот у меня есть набор. Ну, конечно, в связи с этим, вы сами знаете, да, там, да, многие родители отправляют детей, да, чтобы подальше, как говорится, да, там, чтобы они не заразились, и еще что-то. Ну, когда-то же это кончится. Да, ну, конечно. А так, пожалуйста, приходите. Но я сразу хочу сказать, что у нас круглой камень – дисциплина. То есть я сразу приучаю детей к порядку. И многие родители из-за этого и приводят к нам. Понимаете, как я говорю, у нас маленькая армия. То есть дисциплина, дисциплина. Я не говорю, что там муштра, нет. Но просто ребенок должен понимать, что хорошо, что плохо. Некоторые родители, они идут на поводу у детей. Понимаете, то есть, ну, вот, любят их очень, да. Я тоже… Ребенок говорит, не хочу, тяжело. Конечно, я тоже люблю детей, но есть предел, понимаете. Я вижу, когда, да. И поэтому то, чем мы занимаемся, и как вот метода, она правильная. Потому что все дети, которые вот ученики у меня, да, они все достойные. То есть они хорошие, как говорится, и семьи у них, да. И учениках, и они вот, кстати, Егор, он когда учился и отличником, и был стимпиатом губернатских премий, понимаете, там, да. То есть они много, вот я сколько, человек, наверное, 15 у меня, то есть, посчитать, так вот, зайти. Ну, в общем, хочется вернуться так лет на, даже страшно сказать, сколько, и прийти к вам в школу. Да, пожалуйста. Потому что мы же все когда-то бредили каратэ. Конечно, конечно. А вот Егору повезло, он все-таки этот шаг сделал. Алексей Алексеевич, вам тоже большое спасибо за ваших чемпионов. Мы должны заканчивать программу гостями, которые были. Егор Сафонов, многократный чемпион соревнований различного вида по каратэ WKF. Это так называется всемирная, да, организация, правильно? Да. И по восточному боевому единоборству, Ситарю, тоже WKF. Вот. Ну, медали не последние, так что еще есть тут место. Вот, посмотрите, сколько, да, на поясе. Вот. И Алексей Алексеевич Капраненко, руководитель спортивного клуба «Буда Искра» и президент Центра патриотического воспитания и спорта «Искра», у которого так много чемпионов. Вам спасибо. Всего вам доброго. Что вы нас пригласили. Всего вам доброго, новых побед. С вами был Николай Пиненко в программе «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова